По ту сторону экрана Москва. На связи министр труда и социальной политики Российской Федерации Топилин. Разъясняют основополагающий фактор нововведений. Все права пенсионеров, сформированные до даты перехода на новую формулу, будут фиксированными, сохранятся и не уменьшатся. Ситуацию комментирует начальник управления пенсионного фонда в городе Полевском Галина Кибенекова. Там ежегодно будет рассчитываться годовой пенсионный коэффициент, то есть заработная плата, с которой уплачивались взносы в течение года, она будет делиться на максимальную заработную плату, с которой перечисляются страховые взносы в системе обязательного пенсионного страхования. Вот на сегодня это 568 тысяч, а в следующем году, как правило, эта сумма индексируется на процент инфляции, она будет выше. Предлагается ввести новую формулу с 1 января 2015 года, то есть уже кто с того времени будет уходить на пенсию, будет применяться новая формула. А кто сейчас уже на пенсии, то есть для действующих пенсионеров ничего не изменится, размер пенсии, соответственно, не будет никак изменен, он не уменьшится, то есть пенсионерам волноваться не стоит. Новые правила предполагают расчет страховой пенсии по новым стандартам. Впервые вводится понятие годовой пенсионный коэффициент, который будет напрямую зависеть от заработной платы. Чем она выше, тем коэффициент будет больше. Минимальный стаж сейчас страховой 5 лет, он будет увеличиваться с 2015 года ежегодно на 1%, и к 2025 году он достигнет 15 лет страхового стажа. И минимальный также стаж, который необходим для назначения пенсии для женщин это 30 лет, для мужчин 35, и сверх того, если граждане будут работать, то также ежегодно коэффициент будет увеличиваться на единицу. Максимальный как бы премиальный коэффициент будет составлять 5 лет. Пенсионный возраст не изменится, он останется прежним, как и сейчас. То есть при достижении женщин возраста 55 лет, мужчин 60 лет, также не будут уходить на пенсию. Но это сделано все для того, чтобы вот эти премиальные коэффициенты, чтобы стимулировать людей как можно дольше работать. В новых правилах расчета трудовой пенсии, так же как и сейчас, будут засчитываться в стаж периода срочной службы и уход за ребенком. За эти так называемые нестраховые периоды присваиваются особые коэффициенты. За каждый год срочной воинской службы 0,85 пенсионного коэффициента. В периоды ухода за детьми за каждого ребенка начисляются 0,85 пенсионного коэффициента за год отпуска за первого ребенка. 1,7 пенсионного коэффициента за год отпуска за второго ребенка. 2,55 пенсионного коэффициента за год отпуска за третьего ребенка. Отпуск по уходу за ребенком он 3 года, полтора года на каждого ребенка, но не свыше трех лет. Но сейчас Госдума уже во втором чтении должна разработать, рассмотреть законопроект, где этот период должен быть увеличен до 4,5 лет. То есть это также будет все учтено. Еще одно предстоящее нововведение проект – пенсионный калькулятор. Он позволит уже сейчас правильно рассчитать условный размер своей трудовой пенсии по старости, по новой и действующей пенсионным формулам и сравнить результат. Ознакомиться с проектом можно уже сейчас на сайтах www.rosmin.ru и www.pfrf.ru Ольга Демьянец, Сергей Чижов. Новости нашего города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова